Конечно. Всё же просто. Но Дума-то, наверное, всё-таки забанят для... Да надо бы. Причём банить должны, соответственно, ЛГД. Потому что первые пикают CD. Да я тебя умоляю. Как ты можешь заметить, никто не берёт Дума. Ни первым, ни вторым. По-любому договорились. Типа, ребят, такой без Думы. Да я думаю, вряд ли, но... Вышли на улицу. Да. И говорят, следующую игру по-честному, без Думы. И без пауков. Возможно. Возможно, так и было. Мы как-то это... Играли... Дримхак в Швеции. И договорились, потому что там буквально в середине турнира выпустили патч, в котором добавили Феникса. В CM-мод. И мы договорились, что типа без Феникса. А против нас взяли и Феникса взяли. В группе. Да. Выиграли? Мы их выиграли. И поэтому мы сильно расстроились. Сажай, а как вы договорились? Вы всеми командами вместе? Ну да, так сказали типа, ну чё, без Феникса? Да, без Феникса. Как Энви подтвердил? Ну, Энви потом извинялся. Говорил, сори, бро. Я забыл. Что? Нормальный парень. А ты бы тоже вылил бы энергетик на голову? Я на него вылил что-то другое на голову. И сказал, сори, забыл? Не, из стакана. Сори, забыл, говорю. Замечательная история от Егора. Замечательная история от Егора. Они даже пикают скучно. Ну да. Мне настолько скучно, что я смотрю на свое отражение. Боже, как же я красив. Ладно. Не об этом разговор. Конечно, не об этом. Так даже не банят Алгода Дума. Да по-любому. Да никому не нужен Дум. Арбуз не нужен, Дум не нужен, аппарат не нужен. Чё вы вообще знаете про эту игру? Компьютерная. Ну вообще, с деком, Дум это идеальный герой. Потому что... Да это фривин просто здесь какой-то, по-моему. Ну... Да как это... Они банят его? Сами? Комбо 3500 ММР. Ещё одну проиграете. Блин, ну мы же ставили на 2-0. Или Артур ставил на 2-1? Я ставил на 2-1. А, ты ставил на 2-1. Ах, ты хитрец. Ты сказал им. Не берите Дума, заваньте Дума. Возьмите Дарксиров. Возьмите Дарксиров. Он получше парень. Говорю им как... Под камбу. Помните, я в Китай приезжал? Верьте мне. Ну они может и помнят, они такие старички. Они старше меня. Седеки нет. Там где... Седеки? Седеки не помнят. Смысле? Там по 27 лет. Они может уже играли, просто не палились. Или не играли, а сутто смотрели. Да, может они... Тебя не видели. Может они апсили в мои игры. Так вот, это Даззл, друзья мои. Даззл. Так и до Слордара дойдут ведь. Так и до Хусара могут дойдут. Кстати, Слордар в следующий пик у ЛГД по идее. Нет, но это Слордар. У ЛГД. У ЛГД. У Седеков-то понятно, что Найт Сталкер, Дарксир. У них ничего не меняется. Ну а что ЛГД? Они опять понабрали какой-то помойки? Да. Ну, тут Слордара берите, иначе забанят. Если вам хотите, конечно, нужно. Ну тогда что с этим Слордаром будешь делать? Там уже Виверна против тебя. Уже по этому Слордару линию тяжело найти. Потому что на кэре против Дарксира плохо. В оффлейн, в соло, обречён терпеть. И опять-таки там можешь Квапуна лёгкое увидеть. Не сильно приятно. Вообще, мне кажется, Седеки здесь с ласт пиком в эмберы нацелены. Если им оставят, они возьмут для агрессива. Да, вполне вероятно. Вполне вероятно. И тогда Свардар прям совсем не в кассу будет для ЛГД. О, Бристлбэк. Интересный поворот, знаешь ли. Ну, такое. Бристлбэк. Ну, Лина, Бристл. Они, между прочим, нацелены на нормальный такой замес в середине игры. Маумая вообще-то умеет на Виспе играть. Так что, может быть и так. Да не. Правда, некуда его. Нет, ну вообще есть куда. Вообще есть, но вряд ли. И ЛГД... А что, кстати, нет? Да не надо. Он плохо играет на Виспе. Ну пожалуйста, ну не надо. Нет, это будет интересная игра хотя бы. С Виспом. Нет, она не будет интересной, нет. Она будет очень неинтересной. Она будет очень неинтересной. Нам нужно... Нам нужно, чтобы ЛГД взяли что? Ну не Виспа, какого-то ещё бойца. Плохо забанили просто. ЛГД нацелились на замес. На очень плотный замес на цели ЛГД. У них, кстати, получалось хорошо играть агрессией тоже. Ну вот те игры, где они выигрывали на этом турнире, они играли достаточно агрессивно. И тоже не как бы не фармили. Вообще, кстати, Роск может быть и на Бристлбеке Хардоун. Он всё время играл на этом деле. Может быть и так. Начнём с того, что он был тем, кто его ввёл, этого Бристлбека на оффлейн. Ну вообще, учитывая, что там Night Stalker и Виверна, они могут пойти даблой Бристлбек Даззл. И это не слабая даблая. Очень не слабая. Керри нужен Сидеком. Опять у них класс пик Керри. Ну и Эмбер, как говорил Тур, может быть здесь. Эмбер здесь хорош, контроля на него нет. Эмбер в щите, как раз в ранних замесах. Очень хорош. Да, два щита, Эмбер Дарксир, там очень больно это всё. Так что, действительно хороший пик. Ну а что, лансера этого нет, герокоптера этого тоже нет. И вот он Эмбер Спирит. Вот он Эмбер Спирит. А вот кто нужен LGD? Мне сдаётся, что это будет какой-то керри все-таки. Мне сдаётся, что это будет какой-то керри все-таки. Я посмотрел на первых четверых, и мне вообще не понятно, что они собираются делать. Вообще, были бы они Virtus.pro, Сайленсера бы взяли, мне кажется. Достойный герой тот, действительно достойный. Так а что Сайленсер? С одной стороны достойный, а с другой не очень, потому что заранее два щита вешаются и бегут на тебя. Но я всё-таки ставлю на то, что это сейчас будет керри пик, а Бристлбек пойдёт в оффлейн. Потому что если они сейчас берут ещё оффлейнера какого-то, мне кажется, сейчас будет вообще саппорт ещё один. Ловить надо как-то. Тускар оффлейна. Погнали. Как ты этого Эмбера убивать собрался? Я же говорю, нужен саппорт, который как раз таки может ловить. Вот, какой-то такой это может... Как-то... Да его и всё равно... Интересная будет игра, одно слово. Значит, Егор, надо было брать Лиона. Лиона подобного, да. Это два слова. Одно слово. Будет интересная игра? Конечно, да. Нет. Единственный, Егор справился с заданием и сказал одно слово. Передаем слово нашим комментаторам. Я надеюсь, вы будете говорить больше, чем одно. Я не знаю, как бы я ответил на вопрос Ивана по поводу скучной и весёлой игры. Я почти на сто процентов уверен. Есть такое слово, как надежда? Нет. Она умирает. Надежда. Надежда. Глядя на эти команды, она умирает. Команды, да. Команды друг друга знают настолько хорошо, что... Кстати, я тут в паузе. У меня получилось... ...которых сидят конкретно те же кабинки, которые были на TI5. Их привезли сюда. А, ну я заметил конструкцию. Очень похожую. Да, да, да. Их привезли сюда. Их привезли сюда. Притом, ребята мне тут из ESL, их executive producer сказал, что они... Большие проблемы были с ними, потому что они неразборные. Они вот так, как они есть, так их надо везти. И они нереально тяжёлые. Ну, уверю, уверю. Они просто упер-тяжёлые. И, понятное дело, что нам направить их сюда из Сиэтла, это... Ну, нелёгкая задача, на самом деле. Тем более, что порта тут нет, как бы на какой-то корабль ты его не загрузишь, поэтому... Ну, это как машину в самолёт он загрузил. Ну, да. Поэтому надо, действительно, большой-большой грузовой самолёт и грузить их туда. И, слава богу, хоть прямые рейсы сюда есть. Ну, очень интересный такой факт. Ну, собственно, для чего мы здесь с вами собрались? Напомним вам ещё раз... Про самолёты поразговаривать. Конечно, конечно. В первую очередь поразговаривать про самолёты, посмотреть белок немного. Да. И чуть-чуть, буквально, одним глазком посмотреть, да, на китайскую дотку. LGD CDC, вторая карта, счёт 1-0 в пользу вторых. В пользу CDC. Или первых. Называйте, как хотите. Не, ну, конкретно, в контексте того предложения я их упоминал вторыми. Вторыми, значит, вторыми. Именно так, видишь, 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 я... Начнём тогда с первых. Мэйбин на линии, Сайлор на Бристлбеке, Мэйнет Ускари, DC на Дазли и последний у нас Ротикей на Шейкере. Да, и команда CDC. Видим Шики, Queen of Pain. Ку, Виктор Виверна. Агрессив, Эмбер Спирит. Гардер, Сталкер. И ХЗ на Дарксири. Да, XZ будет сложно, значит, начинать на Соло Дарксири, собственно, против Мэйби на линии, которая будет стоять в лёгкой. И это очень интересно, потому что Сайлор будет стоять на Бристлбеке в миде и абсолютно этого не ожидает сейчас с дек. А вот насколько это правильное решение-то? А я не совсем понимаю, насколько это правильное решение. Да, 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 да. Ну, это относится примерно к тому же, что и Сталкер против Даззла, потому что Сайлор точно так же сейчас будет умирать и это будет первая кровь. Именно так. Это же было... Ну, то есть, я вам объясню, что изначально произошло, да? Напомним, что Сайлор у нас играет за сторону Дайр. Дайр — это верх. Может, у него компас сломался? Дайр — это верх. Смотрите, он стоял вот здесь, вот здесь он стоял, потом он пошёл вот сюда, стал вот здесь. Квапа стояла вот здесь. Квапа его била, 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 била. Потом дала ему Даггер и он почему-то пошёл сюда. При том, что он спокойно мог пойти сюда. Квапа — это герой, у которого нет Стана. Ну, да, Сайлор тут какую-то абсолютно неадекватную игру отчебучил и за это его наказали. Вполне основанно. Да, абсолютно глупейшее, конечно, решение пойти, да и вообще, быковать на Квапу было глупое решение. Да, это толстый товарищ, да, возможно, он рассчитывал, что у него есть Даззл, он придёт. Ну, когда ты бежишь в чужой лес, куда же Даззл придёт? Да что ж ты делаешь-то, Сайлор? За Даззлу тяжело прибежать в чужой лес. Имеешь же совесть, как бы, и уважение перед своими тиммейтами. А может быть он такой, как, знаешь, как вот эти ребята в пабе на 3200 ММР? Многие не знают, что такие есть? Вот эти, которые... А ты чё не пришёл, знаешь? Я... Да-да, смотри, у нас, кстати, рот очень сильно тоже пострадал. Нет, больше не переживёт, даже ещё один бойт переживёт, так что всё. Ну вот, кстати, хаста лежит, и... да, хаста может быть очень опасно, особенно в руках у Гардера при перетяжке в центр. Напасть на какого-то Даззла, он же просто умрёт, он не сможет пережить трагедию. Да, ну, Гардер, пока мы видим, почему-то отправляется на нижнюю линию, не знает, что он задумывается. Вернее, на топе, проблему у Экзэ, пытается нутье от ММА, это мэйби и хватает у неё хп. Он тоже какую-то фигню делает, то есть он просто не успевает дать стан, ну, хотят, да-да-да, Экзэ убивают. Окей, в итоге стянуло сюда четыре игрока, то есть агрессив внизу стоит вообще один, квопа в миде стоит на изичах одна, суппорты занимаются чем их вообще угодно. Набирают левел, стакают, то есть... Да-да-да, а в итоге LGD, ну, просто тратит время, как-то так получается. Ну, действительно, всё тяжело, потому что ММА вынужден пешком бежать на базу, а мы видим DDC стакает лес на будущее и так далее. Мы видим, что CDEC проиграли 7 из 11 игр в этом патче на Ember Spirit, что довольно удивительно, потому что мы знаем раньше, что у них на Ember Spirit была стата очень хорошая. Ну, вообще, Ember Spirit в последнее время, особенно в период Наньянга, нас радовал своим винрейтом. Да-да, один Envy давал винрейт на этом герое, все остальные просто массово проигрывали. Но тут мы уже видели огромное количество супер-качественных Ember и от того же Паши из Vega Squadron. Потому что эти Ember, они боевые, это не просто фармящий Ember, который, знаешь, вот эти Ember Spirit, он фармит, он добивает каждого кривчика и у него вот эти флешбеки. Феррари, трипл килл, фистами. Да-да-да, Ember здорового человека. Да, много рапирок, да-да, еще немного рапирок. Ну, типа, блин, можно драться этим героем, и Vega сегодня это показывала тоже. Ну, там, малость не хватило в итоге, там, Свен тогда их закопал, но начало было очень многообещающее. Боже, Агрессив только что из шести крипов по таврам добил одного, вот второго только что из семи. Но, тем не менее, он на первом месте по крипстату идет. Тем не менее, кстати, действительно получается так. Ну, что у нас в миде? Какой-то экшен возникает, Шики не закрывает его шардами, уходит он отсюда. И Гардер ночью погнался за Ротикея. Ротикея 2, Гардер левел 2, в принципе... Шики отправил курицу без ботла на базу. Фейл, фейл. Да-да, сейчас интересно, когда он поймет. А, вот, 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 понял. Ну, быстро понял, довольно бывает. Было бы забавно, если бы он потом только это осознал. Да, вот Сайлор тут стоит в инвизе, и, кстати, что может произойти? Ну, ничего не может произойти, абсолютно. Мог бы Шики как-то подставиться под крипов. И Шедо в боевом его могло там немножко подзбрить. Но не так легко Гардер забегает. Сайлора бить нет смысла. Понимают они это даггером под ребро, и все. Даггер надо максить Шики. Действительно, будет неприятно Сайлору с этим даггером. Я думаю, ну, хотя максить... Не-не-не, он стандартный скилл билд. В два нож, просто чтобы чуть побольше дэмэджа залетало по Бристлбеку. Но в чем замечательное свойство Бристлбека? В том, что когда он только чуть-чуть хотя бы набирает уровень, то есть это может быть там пятый, шестой, седьмой, естественно, еще лучше, его становится практически невозможно убить в одно или даже два рыла. Как бы это некультурно не звучало. Просто нужно очень много усилий прилагать для фокуса этого персонажа. Пока вы его убиваете, он рискует убить всех вас. Повернувшись спиной, там... Ну, тоже киллспрей, он просто невероятный. Так, ну что, у нас Шики в миде 1, по-прежнему 1-0. У него стата 23 на 8. Крипстат по-прежнему старается он с Сайлором драться. Но здесь, кстати, уже до тавра добрались в деки и пытается его максимально быстро спрессовать. Этот тавр, ну, не так легко это сделать, но сделать все могут. Не так легко защищаться, будучи шейкером. Так, гардер заходит, ротик ей проблемы. Есть ТП, ну и ДДС, есть ТП также от ММА, надо уходить отсюда. Шейкером легко защищаться, кнопка есть. Пушай, вообще, только что мне понравилось то, что сделали ДДС. Если в прошлой игре они вообще на пофиг просто лезли, куда хотели, куда не хотели, сейчас они четко знали, что если будет телепорт, они сразу разбегутся. Потому что, ну, реакция была моментальная и очень несинхронизировано действовали. Как будто это был просто развод на ТП. Ну да, да, реально казалось, что это тупо развод на ТП. Вот, как бы это смешно не звучало. Может так оно и было? В итоге у нас сталкер моментально оказывается в центре. В центре, кстати, также оказывается моментально и ММА, который не стал задерживаться на нижней линии. Но зато теперь на топе отпустили Лину и Лина теперь там на фрифарме стоит. Да, обращаю ваше внимание опять-таки на билд агрессива. Опять он покупает у нас ПТ, Power 3 Z на Ember Spirit. Опять-таки Ember это такой же герой, как Phantom Lineser. Мы об этом говорили, что, в принципе, если он получит ранний, собственно, Boots of Travel, то есть у него возможность участвовать в драках и сплитить, и фармить побыстрее. В этой игре агрессив тоже так не делает. Поэтому, наверное, опять-таки расчет есть на то, что будут драки идти раньше. Но вот расчет — это расчет такой же, как у нас надежда на очень веселую игру? Или же это какой-то там просто расчет? Ну, в прошлый раз мы видели там и Blink Dagger на PL. Ну, я думаю, что здесь не так будет критично Ember в плане травелов. Хотя нет, травела нужны будут в любом случае. Это хороший артефакт для данного персонажа. Мы, в принципе, во время прошлой игры обсуждали все прелести травелов на таких героях. Так что не будем, наверное, повторяться. Но вот агрессив тут сейчас еще и от вышки немного наполучает. Вообще, ситуация может быть ровно такая же, как со Сфеном. Проблемы, надо по таймингу его достануть. Такие там Darksero параллельно убили, поэтому здесь будет просто размен лейнерами, правильно? Да, тут Darksero убили. Да, но тут вышку заберут, а там вышку не заберут. Ну да, это минус, наверное, для LGD. С деки кто забрал? Забрал как раз таки агрессив фраг, точно так же, как и... Tower. Да, точно так же, как и Tower. Точно нормально, много денег. Ну денег действительно много. Куда он их, кстати, инвестирует? Я вижу, к нему летит боттл, к нему летит брейсер. Барабады. Барабады. Ну и так далее. Вот прошлая игра, она полностью, вообще вся ответственность за поражение, лежит только на команде LGD. Да, безусловно, конечно. И CDC они просто играли так, как им разрешали играть LGD. Все. Все. Если бы LGD действовали более агрессивно, как они вначале пытались сделать, то они бы задавились эдеков. В противном случае мы видели, что произошло, и я уже сказал, сами виноваты. ГД. Так, ну что, здесь у нас по-прежнему 2-2 на 10-й минуте на счет. Пошла 10-ая минута. Шики в миде 44 на 18 имеет крипстат. Проигрывает он Сайлеру по крипстату, но у Сайлера огромное количество лесных крипов, понятное дело, зафармлено. Так что, в принципе, только считать этот крипстат каким-то суперадекватным нельзя. 62 на 16-е время ему агрессивно на Эмбере в легкой линии, заныкался тут что-то агрессив, ждет чего-то. Не знаю, чего он ждет. Не знаю, может быть, хотел выйти в спину какому-то отпушеру, но шейкер, да, шейкер убежал сразу же, не стал остаться на линии, и не получилось делать так. Ну опять-таки, видишь, мы сталкиваемся с вот этим вот шейкером китайским, который очень-очень-очень медленный, слоупок шейкер, которого толком ничего нету. Ну а тут вот смок от команды LGD. Первый. Первый. Первый смог в этой игре. И... Да, и сейчас они найдут XZ. Кстати, очень быстро его сбивать надо, очень быстро, через ультимейт на атаке есть. Да, хотел сказать, что успел немного убежать, но, как показалось, нифига он не успел. Но зато быстро так же ответил. Ой, а Мэйби почему остался? Мэйби проблемы сейчас будут его связывать моментально, да, Мэйби, огромные траблы у него, там тем временем остатки разобрали. Мэйби погибает здесь. Ну и надо попытаться, наверное, еще кого-то поймать агрессивно, да, прыгать на Сайлора. А Сайлора не убит. Через секунду чейные будут. Слушай, там еще Виверна подходит. Может быть очень опасно. Да, Виверна подходит. У него, кстати, очень мощный Бёрн, который Арктик. Но, тем не менее, агрессив еще один фырк, это будет фраг. Слушай, а сейчас Шики умрет, Шики умрет, если не дадут ему сейчас, блин, кануться. Надо было идти Сайлору с расчетом на хилл. Мог бы Сайлер счетного забирать. Тут же Пайпак влетает, агрессив будет связывать. Стайки с него все-таки сбросили. Связывает этого Сайлора. Ульта, ладно, добивают. И здесь Шики сейвят его, но нечем засейвить от Христуры. Агрессив, один в три, драка. Много грибов. Ну, продолжай, агрессив. Давай, ты же агрессив. Блэйм Гвард ему вообще никак пока не сбить. Закончили заклинания. У команды LGD просто погибает тускар. Таблкин после байбака делает агрессив. Какой невероятный демодж. Ну, там еще Айан Шелл на него успел подкинуть. Вообще, немножко Бристлбэк прогадал, потому что он повернулся в конце лицом, и последний тик чайнов нанесся именно в лицо, а не в спину. А там, извините меня, пассивка третьего уровня. Да, в итоге у нас погибает, погибает Бристлбэк все-таки. Не погибла, точнее, погибла Лина у нас в самом начале, потом не погибала. Если бы она еще раз погибла, было бы плохо. И опять-таки 6-6. И опять-таки счет в матче становится 6-6. И так же, как это было на первой карте, в принципе, у нас идут дела довольно интересные. Да, четыре кор героя имеют девятый лвла. Дараксир имеет восьмой шекер шестой. И это плохо. Вообще, Сайлора стоит очень сильно бояться. Конечно, виспа у него нет, поэтому он не может перманентно бегать. Но есть даззл. Ну просто, чем отличается виспа от даззла? Тем, что даззл, он помогает в конкретный период жизни Бристлбэка, да, в замесе вот этих 5 секунд, там, ну, может, чуть больше. Висп же он постоянно держит тебя на фулл хп. И в этом, конечно, огромное преимущество виспа. Ну да, он должен был там прокликать наличие вардов до и после захода. Ну, топ-саппорты обычно такие вещи видят. Но обычно, да, обычно все верно. Так, там в Орхид у нас выходит Queen of Pain. Это очень хорошее решение, потому что, в принципе, с Линой надо как-то драться. Но у Лины будут ветра к тому моменту. Это хорошо. Ну, можно опять-таки нивелировать того же даззла. А отсутствие даззла в драке, оно, ну, очень важное. Вот на даззла, скорее всего, у Куапеи придется прыгать. Ну, там, Шейкер, Даззл, вот, кто-то из этих двух ребят там вкатываются. Очень далеко поехала Мумай, и он тут умрет. Да-да-да, и Лина, 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 не надо подставляться Лине. Боже, что делает Лина? Стяжка, проблема огромная. И Мумай погибает. Мэйби и два живой. Здесь Фиссура. Пошла урна на Лину. И Лина тоже погибает здесь. А вот Ротикей, Ротикей ультанул. Лина погибает сейчас. Прилетел Суэмбер. Проблема у Ротикей. Есть Грейм. Надо подцеплять теперь ДДС. Там точно погибнет Ротикей. На него можно не обращать внимания. Тут Шики. ДДС тоже в таверну. И это у нас минус три. А где Ротикей? Почему он жив? Ну, он под Греймом успел стопаута уйти. А, он стопаута. Да, там на последней доле секунды буквально слетел Грейм. Но его не успели добить. И... Я уже камеру просто увела. Дерутся. Дерутся CD и C. И ведутся на эту провокацию LGD. Причем ведутся не все. Мейбе главный, кто должен был вестись. И его не было в этом игровом эпизоде. Я говорю, естественно, про Сайлора. Которого мы очень хвалили за его рвение повоевать вначале. Силе есть плохо, наверное. Очень, очень грустно. Потому что у него Vanguard. Потому что он очень много урона может впитывать. Там опять у нас нападают на Шейкера. И второй раз подряд погибает. Ну, ладно. В первый раз у него тогда не получилось погибнуть. Он ушел. Но вот сейчас совсем неприятно. А почему бы Мейбе под двумя щитами не убить? Там же два щита. Что ты делаешь? Тут скатывается. Двоих можно убить. По-прежнему два щита. Стяжко. Мейбе пытается убежать. Агрессив уходит все-таки отсюда. Он понимал, что там нету лагуны. Но все равно опасно. Ну, на самом деле, очень плохо действует LGD. Они не понимают, походу, что их может убить сейчас Эмбер чуть ли не в соло всех. Сейчас очередной щит XZ кинет. У него там и Сволринг скоро будет. И три заряда в стиках. Да, вот он их прожимает. Кинет щит. И Эмбер отправится убивать людей. Вот, вот, вот. Все правильно. Тут на Сайлар. Ну, Сайлара не взять. Это... Агрессив тоже должен поднимать. Ну, под тремя щитами его можно очень неплохо поколоть, скажем так. Ну, полторы тысячи хп ты, ну, никак не собьешь. Вообще никак. Ну, пока, да. Он просто повернется к тебе... По крайней мере, ты заставишь сюда бежать. Даззла. Что-то. Лучше найти самого Даззла. Слушай, Миканз появляется у XZ. У Цдекар сейчас просто... Вот, вот. Дорога открыта. Идти и толкать. Они выигрывают четыре тысячи по голде. Они ведут четыре с половиной тысячи по экспириенсу. Так, ну что же. Пятнадцатая минута. В Смоук вышли у нас LGD Gaming. Итак, Сайлар будет забирать здесь Тавар. Тиммейты помогают. Ну, в принципе, это такой Смоук в попытке кого-то найти, кто идет Дэфи Тавар. Но не хотят Дэфи Тавар, Сидиси. Сами они как-то кломать Тавара. Да, да. Лина почти с Яулом. Шики почти с Орхидом. А Агрессив начинает собирать себе... Так, Шики. Отлично поймали Шики. Ну, это же хорошо, хорошо разыграно. Вот это стандартная классическая комбинация Фиссура под Лину. В этот раз там еще и Туск оказался. Очень классно все сделано. Ну, там раздумали, да? Да. Да, и Сайлар фармит. Сайлар фармит. Не надо забывать про Бристлбека. Потому что в лобовой атаке Эмбер, на самом деле, против Бристлбека не так уж и хорош. Но, опять же, мы говорим про две стадии лейта. Про лейт, когда Эмбер имеет там 3-4 слота и Бристлбек такой же. И лейт, когда у Эмбера 6 слотов, 3 из которых рапиры. Совсем разные стадии. РТК минус. Без шансов. Кто здесь у нас еще есть? Есть Сайлар. О боже, Сайлар. 1-4. А вот это совсем неприятный эпизод. Да, его ловят. И в лицо развернулись и сбили без шансов вообще. А еще будут ловить подходящих Мэйбис и МММ. Надо еще чуть-чуть агрессивно подбежать. 5 секунд до чайнов. 3, 2, 1. И тут же Баланар. Паш Личины. Мэйби Витра себя поднимает. Сбрасывает себя Сайленс. И не поможет это Мэйби. Отличная стяжка. В итоге замечательно действует CD&C. Реально, LGD как будто они понимают, что не нужно. Не нужно сейчас воевать. Или если воевать, то только все вместе. Вот это смерть Бристлбека. В прошлый раз его не было вообще. А сейчас он был один. Где взаимодействие? Где взаимопонимание в команде? И падает еще Т2. Queen of Pain все это время в миде просто толкала линию. И доходит тоже до Т2. И у CD&C внезапно все. Ну очень хорошо. Ротики, куда же ты идешь? Сайленс же получишь сейчас. Успевает. Он отстанется. Гардер до конца не побежит. Агрессив побежит. Есть Валрус Панч. Агрессив упал. Он пофиг. Агрессив. Да ладно! Как он вообще оттуда ушел? Агрессив. У него реально там на полшишечки оставалось. Но свалил все-таки. Я видел как это хп уже в ноль закончилось. Но каким-то чудом он успел все-таки прокикать с временанты и уйти. Но в итоге Шейкер тратит ультимейт. Тусик тратит ультимейт. Но добивать не добили. На пределе прочности своего персонажа конечно агрессива сейчас играет. Наглый. Очень наглый. Такого агрессива мы любим. Если что. Ну на то он как бы и агрессив. Такой агрессив на Интернешн. О! Тут Рошана месяц. Вот это вот такая ошибка сейчас. Это настолько очевидно. Вот он стоит в арт. Все видно. Это настолько гипер очевидно. Там квапа с орхидом сейчас будет. У квапы есть телепорт. Нужно лететь срочно. Но неужели забьют СДС? Кажется забивать. Не-не-не. Летит-летит-летит-летит. Поздно будет. Поздно будет. Можно попытаться успеть. Можно хотя бы попытаться успеть развалить кабинеты. Они все равно подерутся. У них все равно позиция лучше РТК. Ждет момента чтобы отрезать. СДС должны просто врываться. Лина с Аганимом. Они должны просто врываться. Они намного сильнее сейчас. Не хотят. В действительности классный был выбор с Эгидой. То что отдали Лине. Если бы Эгид была у какого-нибудь условного бристлбека. Они просто бы на него забили. И убили бы всю команду. Да. Ну в принципе да. А так с Линой придется минимум дважды. А так да. Так ты типа нападаешь на Лину. Лина все равно выживает. Появляется. Начинает вам развалить кабинеты. А вы уже весь свой потенциал стартовый уже потратили. Это не есть год. Ну и продолжается у нас этот фарм. Видим что потихонечку по деньгам. СДС так ступенями вверх вырываются. Там три тысячи, четыре тысячи нетворса. Не слишком много. Но тем не менее они впереди. А мы видим что впервые в этом патче играет LGD с Бристлбеком. Но оно кстати заметно. Да да да. Ну не то чтобы совсем заметно то что Сайлор на него впервые. Потому что вроде бы Archfax у него хороший. Команда играет впервые. Команда по ходу не в курсе. То что нужно быть постоянно с ним. То что он должен быть постоянно с ними. И не знаю какое-то небольшое недопонимание присутствует. Сразу видно. Да ну что же. Мы видим что преимущество не такое уж и огромное у команды CDC на данный момент. Но вот сейчас будет попытка подэпить mid lane. Хотят реализовать Aegis ребята из LGD. Но как-то странно они хотят его реализовать. Тяжело просто нападать на Виверну. Виверна очень хорошо. Отспамять все. Ну легче то не станет со временем. Правильно? Не ну крипы сильнее станут. Когда-то. И Виверна не будет убивать ценного плевка. Да. Возможно. Так. У нас тут Darkseer. Который одиннадцатый левел. И который хочет сейчас напасть на Ротко. И тут Шики с Орхидом. Ну да да да. Силенс. Шики с дабл дэмэджом. Да ладно. Сики все таки добивает. На 220 сколько ты его пробил Орхид. Очень больно. Я думал что все таки там выживет. Это было бы очень видно. Потому что я был. Ну да. Шики остается на топе. Кстати. Даже если нападут 14 зарядов Маджик Монда у него есть. Забирает Лотавр тем временем. Тут рядом есть Сайвар. Сайвар понятное дело Квапия не сделает ничего абсолютно. А без Шекера тяжело ловить Квапу. Потому что тут вкатывается Лина юлит. А Лина если юлит. Квапа успевает просто поестеркит на Лину. И никакого стана практически. Ну идиса что может получить Шики от Остана. А потом он просто делает блинкаут. Так что надо нападать либо всем вместе. Либо вообще не нападать. Да. Действительно. Так оно и должно быть. Есть Инжин Яша у Сайвара. Ну и снизу Агрессив тем временем. Меньше 1000 голды до появления БФа. А ну в принципе такой вот боевой 7-1-3 Эмбер Спирит. Вот в стиле... В своем в принципе стиле. В стиле Паши из Веги. Тоже Паша любит вот такого Эмбера отыгрывать. Который до 20 минуты там 14 раз в драках участвует. Эмберы мне больше нравятся. Энви посмотрел. Это Эмви нормального человека. Здорового человека. Да, да, да. А не Эмбера Курильщика. Потому что я уже 1000 раз повторял. Ну не может Эмбер просто фармить всю игру, потом выйти и всех убить. Обычно грамотная команда против такого Эмбера просто заходит и уничтожает его. Что он там просто голый с одним БФом. А тут Эмбер совсем не голый. Как бы 1200 хп у такого героя, Танюсенького, это много. А все потому, что у него ПТ и барабаны. Игры Джины и Стиль. То есть статок очень много. У него плюс 22 единицы силы. Мы видим, что очень забавный винрейт по регионам у товарища Бристлбека. Китай 7,7%. 50%, все 25%, Европа 14%, Америка 0%. Неплохо, да. Ну вообще, в общем, видели, что там 30% где-то винрейт и Бристлбека. Такой себе герой, скажем честно. Так, ну что. Герой, на самом деле, один из самых, мне кажется, тоже недооцененных. При серьезных постоянных замесах это один из самых выносливых персонажей. Кто реально может постоянно лиситься. Ну и с виспом в исполнении OG мы уже видели, да? Да, в исполнении MVP Phoenix мы его видели. И Virtusa его видели. И Империя его видели. Вся СНГшная Дота его видела. Вся СНГшная Дота видела этого виспа с Бристлбеком. То, что это, в принципе, машина, которую тяжело очень остановить. Блинк Даггер появляется у Дарксира. Да, ну что же, и ДС теперь, в принципе, с полным джентльменским набором. Да, конечно, Гардиан Грифс сейчас сварить было бы неплохо. Си Ди Си идут в атаку. Ну, вообще, они могут сейчас очень классно напасть. Потому что Клопа с Блинком, ДС с Блинком, Эмбер, по сути, с Блинком. А Виверне Блинк не нужен. Она просто подрубает первый спелл, и рейндж становится супер большой у нее каст той же ульты. Намного дальше закидывает. Так что и Блинк первый спелл, в принципе, заменяет. Лишь бы Вижен был. Гардер пытается найти кого-то в чужом лесу. Опять-таки ночь. Видно хорошо, что можно бежать. Да, это не тот Night Stalker от Соло, который мы тут видели, там, несколько дней подряд. Который имеет уже к этому моменту почти агоним готовый. Но все равно Гардер довольно полезен сейчас. Не смогли никого поймать, пока толком смоки у нас ничем хорошим не заканчиваются. Видимо, с деком не вышло, а в LGD не выходило. С этими смоками ничего. Ну и пропадает. А Эггис не был, он реализован никак. Команда LGD Gaming. Сайлора увидели. И начинают на него нападать. Но, правда, пока в одиночку Гардер это делает. Слушай, а почему Сайлор здесь дальше один? Он что, надеется так долго жить? Ну, хотя, в принципе, он и может так долго жить, как бы. LGD. Идут своей толпой сюда. Боже, какой же Сайлор опасный. Смотри, он хочет драться. Он хочет драться. Он намекает, что я хочу. И второй Сайлер ему за драку дают. Отходят. Эмбер связывает ротики. И Сайлер просто прогоняет Сидиаси отсюда. Сидиаси понимает, что они в диспозиции и надо уходить. Да, да, да. Потому что они не могут напасть на одного героя. У них вся задумка именно в массовом замесе. То есть, стяжка, виверна, вот эта квапа. Все нужно на двух, на трех пацанов закидывать. Если на вас бежит один, вы просто теряете ценность ваших заклинаний, если вы все в него всадите. Ну, фактически, да. Со всеми остальными непонятно, что будет делать. Вот именно. Ну и что? LGD сейчас идут по миду. Опять-таки, это T1 Tower. Вот Q очень хорошая позиция здесь. У него на хайграунде. Ну, ластами он отбрасывается. Не хочет ждать момента, когда подойдут все сюда LGD. Лучше дать какой-то Винтерскер, что ли, XZ. С блинка просто воруют хосту и Сайлера. Агрессив с хайграунда. Боже, как же эти кружили сейчас LGD со всех сторон. LGD отбрасывает. Вообще, вообще можно нападать сейчас в таких вот условиях. Единственное, что день на дворе наступил неожиданно. Ну да. И уже не так приятно тому же сталкеру гоняться. Ночи нет. У Эмбера тем временем мы видим Battle Fury имеется. И тысяча голды уже сверх ВФа. У агрессива фармит пока он чужой лес. Но LGD пока не фармят ничего. LGD стоят на месте. И это заметно по нетворцу, потому что Эмбер приближается к Сайлеру. Он зашел в чужой лес также Мэйби. Так, вот нападают миди на Сайлера. Пошел Винтерскер. Но урона совсем мало. Абсолютно непонятно. И не знаю, зачем это было делать. Last MMI. Ну вот MMI тут умрет скорее всего. Слишком далеко он залетел. Да, агрессив начинает его избивать. ММА в Сайлеру. ММА должен погибать. Тяжко, тянько по 4-м. Слушай, как же больно КВП. И что дальше? ММА в НМА. Они всех поубивают здесь. Если пойду дальше. Ну DDC недо живой. ДДС едва живой. ДДС едва живой. ДДС едва живой. От команды LGD. Они за драку нанесли 117 демеджа. Это стан лины. Это бред. Они не дрались вообще. Они просто убегали. А что вы тогда тут в пятером тусуетесь? Я не знаю. Ну типа либо вы сразу убегаете, либо вы сразу нападаете. Вот эта затяжная скорость принятия решения она сейчас стоила. LGD три пацана они потеряли при этом. Ну урод стоит просто с блинком, с ультом, со всем. Стоит смотрит на происходящее. Тусик куда-то влетел слишком далеко. Да забейте на него. Ну окей. Обычно такое происходит, когда в команде нет явного лидера. Когда их допустим два. Мы знаем, что он есть в этой команде. Он есть этот явный лидер. Проблема в том, что он сидит сейчас в Китае. А не здесь. Он во Франкфурте. Вот. Ну ничего. Ничего. Зимний мажор очень скоро. И Шао Эйд вернется куда же без него. Потому что если бы была нормальная команда от этого самого ингейм лидера. Мол идемте разваливаем кабинеты. Или просто убегаем. Этой бы фигни не произошло. Да. Было такое впечатление, будто кто-то сказал, давайте подеремся. А потом передумали. А может нет? А может да? А все уже поздно. У вас уже два пацана в таверне. Как бы третий близок к этому. Ну уже 9000 голды и 9000 экспы. И в миде уже Эмберспирит наглеет на четверых в Солянова просто. По-моему тут уже. Тут тяжко. Блиндаггер кстати купил. Агрессив. Ну так же как в прошлой игре. Билд вообще очень похожий на ПЛовский. Да, да. Как писал этот Hotbit. Да, это же Phantom Lancer с блинком и диффузами. Это же фактически антимаг. А мы шутили на тему Бёрнинга, когда Бёрнинг играл на Джаггернауте. У него были тоже диффуза и блинкдаггер. Я на антимаге. Ну пацаны, я на антимаге покатаю, вы не против. Да. Ну что же. 28 минут игры за нами. 17-18 дек впереди. Выигрывает очень много денег, очень много экспириенсов. Газали, что ЕС и Тусик имеют винрейт там что-то 80%. Ну вообще сейчас LGD имеют офигенные шансы испортить этот винрейт. Просто потому, что они видимо не в курсе, как эти герои работают. Ну не, пару раз они показывали, что можно там что-то придумывать. Но опять-таки мы не видели толком ни одной атаки с Тускаром вообще. Да, она была там где-то в начале на кого-то вкатывались. Я помню там чуть позже, чем в самом начале. Но Тускар очень плохо. Вот то, о чем говорили на аналитике наши ребята. То, что Аврил Факер следил вчера за тренировками LGD против Вичи Гейминга. LGD трижды брали собственно Тусика. И трижды этот Тусик у них не заходил. И ничего не получалось. Но видим сейчас тоже ничего не получается. Сидаки идут в атаку, которая может стать последней в этой серии. Там вот Ротка может не успеть отреагировать. Да, естественно, никак тут не успеть отреагировать. Аутикейп гибает, Сайлора затащили. Агрессив просто идет дальше. Он на Сайлора не обращает внимания, так как это должно быть... Ай-яй-яй-яй-яй, как не при... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как же больно. Делает Шики на хайграунд. СММ Сайлором дерется. Трое мертвые влетают до агрессив. У DDC шансов на выживание никаких нету. Тоже минус остается один. Сайлор Сайлора в... А теперь хороший Винтерс Кёрдс. И в пятером месим. Сайлором месим, в пятером месим. Байбайков нет только у Сайлора. Это фантастическое исполнение. Он действительно багоподобен. Да, 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 да. То, что я говорил, что это, наверное, последняя драка в этой игре. Ну да, возможно, не последняя, но последняя с шансами. Да, позиция крипов слишком плохая, поэтому даже, возможно, сторону не заберут. Да невозможно, они не заберут они никак сторону, потому что урона по зданиям нет, в принципе. Но все равно мы можем смело говорить о том, что шансов тут нет. Да, это серьезный оверфарм. Мы смотрим на рейтинг нетворсов. Понимаем, что три героя находятся вообще на дне. Ну там вот в Илу барахтаются где-то. Ужасное опять исполнение Шейкера, ужасное исполнение Тусика. То есть не видели мы ни врывов с ультимейтами, ни сноуболов толковых. Ну то есть не видели мы ничего. Вообще ничего, исполнения нет никакого. То есть LGD взяли героев и ничего с ними не делают. Как бы Тускар, он не в обороне крут, он в нападении крут. С Шейкером такая же история. Он крут, когда ты нападаешь. Если вы не нападаете и даже если вы когда идете нападать и в итоге разворачиваетесь и начинаете убегать, это совсем неправильное использование персонажей. Слушай, CDC на данный момент на этом турнире проиграли всего-навсего одну карту. Это было в матче против Минески, на секундочку. И то они проиграли из-за того, что там немножечко они с разменом тронов... Да, было дело там. Нет, они успели. Опрометчиво поступили, ребята. Да, да, да. Но пока CDC смотрится на своем TI5 уровне. И они в полуфинале могут встретиться с теми же ребятами, с которыми они играли на том же TI5 с ЕГЭ. Пока команды, которые не TI5 были в топ-2, играют очень хорошо. Команда, которая была третьей, ну не скажешь, что играют хорошо. Потому что нет пацана главного, как уже мы недавно отмечали. Да, главаря нету. Без главаря не очень хорошо у LGT получается, но может быть получится. Может быть, его уже не возьмут в команду после того, как он на ММА наговорил там. Может быть, и ММА просто набреют? Как тебе такой вариант? Скорее всего, так оно и будет. Потому что DDC и ММА, один из них двух явно занимает позицию Xiao8. Прекрасно это всем понятно. И как бы... Хотя Xiao может и Ротка набреть и сказать, братан, я опять хочу в сложной поиграть. Я буду кричать в этой команде, а не ты. Да, типа Ротка, давай иди там куда-то в Вич или... Вот опять Эмбер нападает на двоих одновременно. Есть DDC, хороший, не на этот раз ноутбол, но Шики сейчас ультанет в него. Ультует этот бандал DDC Шейкер. Отлично ворвался, очень хорошо ворвался. Но ультуает здесь, как же больно, Сайлор! Как же больно! Сайлору, Сайлор пытается уйти урна на него. Крик, догорит там Сайлор или нет? Нет, не догорает Сайлору. Он уже и не нужен, там вся команда разбегается в панике. Они ничего не могут сделать. Плинтербласт не достает! Виверна еще на урна. Бежать, бежать, ночь бежать. Крик, Сайлор минус. Все-таки так. Анстап был уже из Шики. Ты знаешь, не такой уж Сайлор, как его рисует страшный, по-моему. А потому что команда ему попалась плохая? Возможно. Возможно, вы правы. Возможно, вы правы. Но, может быть, и нет. Игра напоминает, когда ты попадаешь где-то в пабчики, и ребята просто берут героев, которые нынче популярные, а при этом не увидят на них играть. Агрессив. Смотри, вот, ММА опять умер. Так ничего не сделал. Мэйби, Мэйби с Грейвом поднимает в себя ветра. Тут же байбэк от Бристалбэка. Мэйби просто догорит. Сейчас Грейва нету. Да, Мэйби догорает. Не успел отдать уртимейт. Нету у него байбэка. Ну, Шики, кстати, может умереть. Сайлор, да. Салянова, кстати, убьет Шики. Может быть, не только Шики. Ну, кстати, неплохо. Ну, загуляли, загуляли. Сидиси. Неплохо. Отлично. С афтершоком. Ну и дальше на их З тоже нужно нападать. Правда, ловить его больше нечем. Слишком долго работает Сурдж. Но Сайлор очень быстро. Нет, там, блин, даггер, он уходит. Ну, двоих забрали. Двоих забрали. Очень нагло начали действовать CDC. Почувствовали, что поймали они уже бог за бороду. Решили пойти на хайграунд. Ну и были наказаны. Байбэк от Сайлора. Пошел в атаку. Сделал два фрага. Ну вот, Сайлор. Да, CDC за все это время, пока они там дерутся на базе. Реально на базе у противника. Забрали у трех Твыров суммарно 600 хп. Да, зато заработали 10 тысяч денег просто. Не, заработали денег они немного. Но ты рискуешь очень сильно. Там, кстати, Титалус. Уже полный, что ли? Без 200 голды. А, ну да. Икзе опять РТК. Проблема у РТК. Дерется он с агрессивом. Агрессив просто улетает на свой реминант подальше. Сайлора заманивает на хайграунд. Здесь Икзе. И, кстати, проблема у Икзе. А, он просто с блинка уходит. Да, в виду он имел Икзе. Ну и нужно заходить сейчас на Рошана. Рошан есть. У РТК ульт тоже есть. Ну, готовы уже с СДС драться. Готовы с СДС драться. Да, ЛТС не меньше готовы, на самом деле. Не, по-моему, СДС поготовее будут, скажем так. Там вот у Сталки Роганим. Вот это, конечно, прибавляет очень сильно готовности. Правда, не хватает сейчас гема. Потому что проды стоят. Варды никуда не... А, вот гема есть. Систенку Дарксир потратил. Да, он давно уже ее потратил. Да, это еще когда вот там... Чего он так долго стоит-то, лол? Да, это же когда-нибудь сюда находим. Уровня хорошего уже. Стенка. Почему Control на немецкой клавиатуре подписан как СТРГ? СТРГ? СТРГ. Что за бред? Не знаю. СТРГ. СТРГ. Наверное, это Control. Ну, подозреваю. Будем знать. Это такое отвлечение. А, там же, да. Там же стенку тогда вообще чинили. У нее раньше была длительность. Отличалась от левела. Сейчас она вообще 45 статическая. Так, там блин каут. Делает подальше виверночка и улетает отсюда. Агрессив, кстати, могут... Агрессив тоже делает блин. Застряет здесь агрессив. Витрасе позже сколько кипиша. Ротике не знает, куда дать писсуру. Дает по одному Дарксиру. Сайленс получает. Шики. Шики. Прыгнул Шики. Умирает Шики. Байбэк тут же Шики. Пошел дэмэдж бешеный от агрессива. Гандер ворвался в толпу. Агрессив связывает ДДС и Сайлора. Сайлор дерется теперь один без ДДС. Шики в дабл дэмэдж. Слушай, агрессива сдули моментально. И два байбэка. Тоже выкупился. Но там Шейкер тоже выкупился. Шики. Ультимайт по Сайлору и по Мэйби. Сайлор едва живой. Надо Сайлора добивать. Сайлора добивает агрессива. Ротике идет в драку. И Ротике идет в драку, чтобы убить Гандера. Гандера не добивает. Мэйдва живой. Экзе просто. Просто закапывает CDSC своего соперника. Остается в живых только Мэйби, которые уже на базе. Ну и с помощью двух байбэков CDSC выиграли эту драку. Но потеряли много. Было три байбэка сделаны за эту драку. Офигеть, сколько денег они потеряли. Мама драка. Денег потеряли все очень много. Но тут дело даже не в деньгах. Дело в инициативе. То, что забрали бы ресталбэка и не дали ему разогнаться в итоге этого замеса. Правда, разогналась Лина очень сильно. Она 2000 голды заработала. Ну и Квапа-то в таверне будет сидеть еще целую минуту после байбэка. Квапа потерял миллиард денег просто. Там побольше ребят в таверне сидит. Квапа 2000 тоже потеряла. Лина 2000 заработала. Квапа эти 2000, в принципе, Лине и отдала. Будут пытаться ломать вышку, но урон по зданиям очень маленький. И должны понимать, что CDSC прекрасно. Так что они должны сейчас как можно скорее заканчивать вот этим ковырянием неуверенным. Но они вчетвером и не должны забирать как минимум в сторону. Если Лина подставится, не дай бог может закончиться. Полетели уже криты от Агрессива. И это только кристаллис. А вот он дайдалус уже на подходах. Агрессив далеко пошел Агрессив. Ой, как хорошо увернулся от Стана Лины. Далеко пошел Агрессив. Нельзя так далеко идти, потому что ничем хорошим не закончится обычно. Не, нормально, нормально. Лину прогнали. В итоге допиливают бараки. Основной забрали. Самый жирный. И просто отступают. Ой-ой-ой. Ротк по двоим цепляет. Эмбер помогает. Может начаться дракой. ММА далеко пошел. Сайленс. ММА. ММА погибает. Есть Грей, правда не погибает пока. Стоит здесь ММА. Он туп-аут отсюда делает. Неплохо. Не захотела Виверну на него Винтерскерс тратить. Это было правильное решение. Агрессив на хайграунд и улетает. Ну вот, видишь, к чему приводит отсутствие леоноподобного героя у LGD, как говорит Джотом. Просто нечем нормально поймать этого Эмбера. Да, можно поймать Фиссурой, можно поймать Линой, если там грамотно все это раскастовать, там каким-то тускаром, но это медленно. Если грамотный игрок за рулем Эмбера сидит, то его выловить почти невозможно. Он просто не будет подставляться лишний раз и все. У него всегда будет страховоченный какой-то ремнант и после фистов он моментально будет уходить в него. А вот леоноподобный герой, он бы справился с этой задачей на опять с плюсом. Ой, не там, Shadow Shaman или собственно сам Леон. Да, просто леоноподобный. Тут все понятно. Да, да, да. Если раз уже Егор придумал такое определение, тип героя, так что будем ее уже... Я думаю, в доту заходишь, там, знаешь, есть типа показатели рейнджевиков, еще что-то. Да, 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 леоноподобные. Леоноподобные. Нажимаешь, там два героя, Леон, Shadow Shaman. Разве два, что больше вообще нету таких леоноподобных? Ну, с инстантовыми... С инстантовыми хиксом нет. Не, ну типа Виверном может быть, но это дороговато, да. Ну это такой, это не леоноподобный, да. Это ультимейт, это не то, это не то. Ну, Бестмастер. Ну, Бестмастер, типа более-менее, но он тоже медленный. Ну, Леоноподобный жимит, ввиду, что он, наверное, должен быть еще и саппортом, который ему не надо миллиард денег. Ну да, да, ему не надо, чтобы было денег много. Именно, именно. Так что тут действительно кандидатуры очень-очень мало. Вот он доедал у Эмбер Спирита. Чуть-то давно он ему должен был прилететь, но как-то они там ходили, дрались, потом опять уходили, опять дрались. Байбеки он там делал, и поэтому только сейчас появляется этот доедалус. Ну, стоит Рошан, Рошан надо забрать и с Эггисом идти, наверное, постараться закончить эту игру. Ну, преимущество по-прежнему громадное. Это 17 тысяч голды и столько же экспириенса. Боже, как же они боятся сейчас. Вот Сайлар стоит здесь, он там фармит, понятия не имеет, что он убивает Рошана. Но они очень боятся. Не, ну, у ребят есть Аганим на Сталкере. Им реально вообще класть на то, что происходит. Можно просто вот так вот камеру отвести на фул-экран и понять вообще, какой Вижен есть у этих пацанов. Да, Вижен у них, конечно, невероятный. Да, то, что они вообще почти ничего не боятся. А вот LGD, ввиду того, что Вижен очень большой, не может нормально ни Тускар занять позицию, ни Шейкер. Им очень тяжело, они только разве что и Смока могут качественно инициировать. Так и выходит как раз таки CDC и взял хосту Эмбер Спирид. А вот увидели Сайлар. Сайлар, Сайлар в шейке вгрызается. Сайлар и, кстати, много людей здесь могут зайти вместе с Сайларом в спину. Смотрим, Виверна ультимейт, Ротикея и DDC тут тоже поймали. Шар, отличный шар, но ультимейт Квапы тоже неплохой. Ротикея должен погибать здесь, так же как и погибает DDC. ММА пытается уйти, Сайлар вгрызся в Q. Виверна уже все вкастовала, братан, зачем ты ее дергаешь? Это минус 3. Но надо возвращаться Эмберу в драку, потому что сейчас Сайлар может развалить кабинет. Хотя в спину, в спину ковыряют, Сайлар по-прежнему живет. Нужна еще критуля, нужно еще чем-то задержать этого Бристлбека. Да, его держат практически на одном месте, есть весы. И это минус 5. Неужели это будет чистая победа для CDEC? Да, good game! И LGD. CDEC проходит в полуфинал Франкфуртского мажора, где сыграют против Evil Geniuses. Это будет послезавтра. Повтор финала Интернешнлла. Именно так. Повтор гранд-финала Интернешнлла. Ну, достойная победа, ничего не скажешь. LGD вообще не выглядели хорошо во время этого матча. Да. Они выглядели потерянно. Они выглядели вот примерно так, как E-Home, когда у них не идет игра. То есть они вообще не понимают, что нужно делать. Не понимают, как нужно действовать. И во время драфта даже у них возникают огромные проблемы. То есть набраны были герои, на которых ребята играют, видно, не слишком хорошо. Что на самом деле странно. Мы уже очень много раз обсуждали то, что качество команды определяется не только хорошими драфтами. Ну, ты не можешь взять идеальный драфт, если у тебя нет исполнителей. Да. Падает LGD во второй раунд Лозеро, где сыграет с победителем пары Ньюби против Unknown. Это, например, в, какого уровня Ньюби, я Noah Лafпelt.